Друзья, всем привет! С вами Владимир Шемет. Как вы знаете, я сейчас нахожусь на отдыхе в Шарм-эль-Шейхе со своей семьей в отеле Альбатрос Акваблю 4 звезды. Сегодня у нас 13 ноября 2020 года. И, друзья, тут произошло такое интересное событие в Шарм-эль-Шейхе. Открылся новый музей. Ну, естественно, мы просто не можем это обойти стороной. Поэтому мы с семьей хотим посетить этот музей и показать его вам. В общем, сейчас на часах без 15.08 вечера. И мы собираемся съездить в этот музей. Ехать мы собираемся, естественно, на такси. Можно, в принципе, доехать и другими вариантами. Но мы собираемся поехать на такси из отеля Альбатрос Акваблю 4 звезды. В общем, сейчас идем, узнаем, сколько это выходит по стоимости на такси. Все вам показываем. И едем в музей. Погнали! Сколько? Музей для Алибута. Сколько? 100 долларов. Ого! Давай 200. 200? Хорошо. Так сколько? Туда? Туда только. Да? Это нам 4 говорили вчера. Это Холливуд 4. Это дальше холливуд. Ну, сколько? На 50 метров дальше. Нам до Голливуда. До Холливуда. На 4. До музея. Не 4. Это метр-километр. Норман. 4. Килюм. 1. Килюм. 3. Ну, 4 до музея. До музея 4. Окей? Валлах, не мало. Может быть назад тогда еще. Валлах, не мало. Это объект нормально. Ну, ладно. Мы пойдем с другой стороны за 4 поедем. Другой лимузин? Ну, с другой стороны отеля. С другой стороны отеля. А это мало, друг. Ну, поедем с той стороны за 4. Так что 4 или мы идем на ту сторону? Ну, ладно, пойдем на ту сторону, за 4 поедем. Туда и назад за 8. За 9. Туда и назад. Не, за 4 туда и назад за 4, за 8. Едем? Туда и назад за 5 лет. Друзья, мы приехали в музей. По времени это заняло у нас, ну, не знаю, наверное, чуть больше 10 минут, 10-15 минут на такси. Заплатили мы 4 доллара в одну сторону. Таксист обещал, что он вернется за нами для того, чтобы отвезти нас назад в наш отель. И то же самое за 4 доллара. В общем, сейчас идем, узнаем, сколько стоит вход в музей. Погнали! Друзья, смотрите, очень важная информация. Вы должны каждый знать, если собираетесь посетить этот музей. Берите с собой местную валюту фунты. Потому что если у вас будут доллары, вам не продадут входные билеты. Значит, по цене взрослый 200 египетских фунтов, ребенок, у нас Денису 9 лет, ему сказали 100 египетских фунтов. Катюшке, нашей самой маленькой путешественнице, которой 3 годика, ее пустили бесплатно. Ей даже не давали никакой билет. Нам дали на каждого по билету для взрослого и один для ребенка, для нашего сына. Мы прошли через металлодетектор, через кабинку. Нас пустили вместе с самокатами, потому что мы путешествуем с самокатами. Все, мы находимся уже на территории музея. Сейчас мы заходим в музей и, естественно, будем показывать, что тут в музее есть интересного. Погнали! Ну что, друзья, мы уже в музее. Мы вошли в него. Я вообще не представляю, что тут есть. Я еще ничего не знаю, ни размеров, ни площади. Абсолютно ничего не знаю, что есть в этом музее. И я с вами увижу это первый раз в жизни. Так что погнали! Друзья, важная особенность в этом музее, кроме того, что здесь есть ступеньки, египтяне молодцы, они позаботились и придумали рядом с ступеньками пандус. Так что если вы с коляской, с маленькими детьми, либо у вас есть инвалидность, вы ездите на инвалидной коляске, welcome, пандус тут есть. Итак, друзья, смотрите, значит, постараюсь минимально показывать вам мой фейс, а максимально показывать все те экспонаты, которые представлены в этом музее. Ну и немножко расскажу некоторую информацию, значит, ну больше, которая касается именно посещения. Пока я вам показываю все эти экспонаты Древнего Египта, очень надеюсь, что камера сможет передать вам все эти картинки, которые стоит увидеть. То есть не картинки, а объекты, друзья. В общем, рассказываю вам информацию. Значит, мы приехали сюда с самокатами, нас на территорию пустили с самокатами. Но вот в сам музей, когда мы только зашли, друзья, охрана сказала, чтобы мы оставили самокаты на входе возле охраны. Ну, это логично, все-таки это такое место, где находятся экспонаты, которым по несколько тысяч лет. И, конечно же, они переживают, чтобы ничего с этими экспонатами туристы не сделали. Так вот, самокаты мы оставили там на входе возле охраны. Я так понимаю, тут просто нереальные площади этого музея, друзья. Но времени у нас немного. Сейчас на часах 20 часов 25 минут. Без 15 и 10 за нами приедет обратное такси, друзья. Ну, в принципе... А, кстати, да, вот что еще я вам не сказал. Охрана на входе попросилась сфотографировать с нашей Катюшкой. То есть сфотографироваться вместе с Катюшкой на самокате. Вообще, я насколько понял, самокат в Египте это диво-дивное. И, в принципе, кроме как у туристов больше, пока что я еще самокатов не встречал в Египте. Так что, вот такая вот особенность, друзья. Ладно, это все были организационные моменты и вопросы. И переходим уже непосредственно к объектам, которые есть в этом музее. Друзья, мне очень это все нравится. Смотрите, какие статуэтки котов. Друзья, я как-то давным-давно в школе немножко увлекался египетской историей. Но это было лет 15, а то и 18 назад. Ну, давайте так, лет 15 назад. Поэтому, простите, но рассказать вам что-то интересное за эти все объекты. Ну, знаю, вот статуя гора. Это человеческое тело, у которого голова сокола. Это египетское божество. Это все, что я могу вам сказать. Вообще, в голове крутится гораздо больше информации. Но от структурированной, честно говоря, не могу вам сказать. Поехали дальше. Смотрите, какие здесь есть экспонаты. Честно говоря, опять-таки, вот статуя обезьяны какой-то, бабуин или чего там в этом роде. С большим мужским достоинством. Что это означает, не могу вам сказать. Кое-какие экспонаты имеют подписи, надписи, какую-то информацию. Но она вся на английском языке. Поэтому данным языком я не владею. Рассказать вам не могу. Ух ты, ребята, тут что у нас? О, а это вот какой-то элемент в виде скоробея. Древнего египетского жука. Если кто-то смотрел мумию, можете представить себе, что такое скоробей. Либо загуглить. В общем, друзья, конечно, много всего. И это только первый зал. А их здесь очень много. Смотрите, тут у нас мумии крокодилов, я так понимаю. Смотрите, какой у нас заменный. Ну, метра три в длину это сто процентов. Наверное, этот экспонат имеет. Вообще, такой громадина. Вот он. Дэн, ты впечатлен? Да. Он очень, наверное, в самом деле на скелетку. Нет, мумия. Ты видишь и кожу крокодила. А вон дальше немножко меньше крокодил. А там еще поменьше крокодилов. Там забота. А вот даже замотанный, друзья. В чем-то. Круто. Вообще супер. Это было мужики. Дальше, друзья. Тут какие-то небольшие статуэтки различного рода. Я еще раз говорю, простите меня, но не просвещен в египетской истории. Поэтому сложно что-то вам вообще сказать в тему всех этих экспонатов. Просто, надеюсь, я вам все это покажу. И вы все оцените это. И, возможно, вам тоже захочется посетить данное место. И, возможно, вы все оцените это. Друзья, на втором этаже, условно говоря, на втором этаже есть какие-то две древние старинные лодки. Я точно не знаю, как они называются, но как минимум им несколько тысяч лет. Смотрите, какая красота. Не знаю, руками я ничего не трогаю. Наверное, возможно, даже и нельзя их трогать, эти все экспонаты. Но я не любитель трогать такое руками. Так, друзья, а вот у нас помещение, в котором есть вообще нереально крутые экспонаты. Давайте начнем с минимального. Здесь какая-то голова. Я не могу сказать, что это за голова. Но давайте пройдемся дальше. Смотрите, какая-то плита, на которой изображены египетские иероглифы и люди. Естественно, я ничего в этом не понимаю. Поэтому ничего вам сказать не могу, что это означает. Но давайте пойдем и посмотрим, что у нас дальше. Друзья, вот смотрите, какой-то разрез в тене. И там находится статуя какого-то человека. Очень интересно это все сделано. Почему именно так? Друзья, если вы знаете, напишите это обязательно в комментариях под этим видео. Идем дальше, друзья. И тут у нас целые саркофабы, которых раньше хоронили древних египтян. Тут у нас пара саркофагов сверху. Ух ты, я вообще не представляю, что это. Но все это очень интересно выглядит. И тут у нас, друзья, за стеклом какие-то статуэтки маленькие фараонов. И ящики похожие на сундуки с какими-то статуэтками, друзья. И дальше саркофаги, но уже большего размера, я так понимаю. Когда-то в этом саркофаге кого-то похоронили, друзья. Смотрите, вот за стеклом есть несколько саркофагов. И куча всяких предметов. В общем, все преданное фараона, которое захоранивали вместе с фараоном. Когда его хоронили, смотрите. Вот это в коробочках статуэтки, это как будто его войско. Я не могу это утверждать. По крайней мере, это то, что я слышал от одного человека, который рассказывал здесь в музее. Ну и всякая посуда. Есть несколько статуй собак. В общем, друзья, все реально круто выглядит. Так что идемте дальше. Посмотрим, что еще здесь есть в музее. Так, друзья, еще один зал. Ну, тут уже все выглядит гораздо, наверное, как-то помоложе. По крайней мере, это то, что я себе представляю. В этом зале у нас есть статуи каких-то людей. Есть вот такая вот половина. Есть вот такая вот третина. Третья часть, наверное. Не третья часть, а две третьих. Ну, в общем, что-то тут то без головы, то без ног, то без рук. В общем, как-то так. Какие-то ванны старинные. Интересно, с чего это она. Похоже, из камня вроде бы. Вот какой-то зал посовременней. Интересно все, конечно, вот. Музей очень большой площади, друзья. Ух ты! Кстати, а вот что-то такое вообще современное. Ну, по крайней мере, я так предполагаю. Тут какие-то тарелки, сосуды. А вот, наверное, какой-то египетский быт, древний египетский быт бедуинов. Смотрите, вот представленная, я так понимаю, это египетская женщина, которая что-то делает. Наверное, готовит кушать. Сосуды какие-то. Тут у нас, я так понимаю, представлен муж с женой. Тоже египтяне. Кстати, наверное, это может быть полусовременное. Я не знаю. Друзья, если вы в курсе, обязательно напишите в комментариях под этим видео. Так, вот у нас еще одно место, где уже какие-то статуэтки. Вот статуэтка гора. Это статуэтка Анубиса, по-моему, шакала божества мертвых. Это какой-то маленький саркофаг. Статуи параонов. Кто это, друзья? Я вообще не представляю. Может быть параон, может быть какой-то войн. Наверное, фараон, если в таком вот головном уборе. В крайней мере, это я так думаю. Ух ты, а это что такое, друзья? Вообще интересная штуковина. Какой-то предмет интересный. Похоже на скипетр. Друзья, возможно, это какой-то скипетр фараоновский. Да, конечно, не хватает информации. Просто очень ее не хватает. Если бы это было все подписано, это было бы, друзья, по крайней мере, для меня все намного интереснее. Итак, друзья, давайте немножко подобьем итоги. То, что есть в музее. Значит, первый зал. Находятся какие-то скульптуры. Второй зал самый большой. В нем самое большое количество экспонатов. Дальше. Немножко на возвышенности есть, условно говоря, зал с двумя кораблями. И если спуститься вниз с этого зала, есть еще как бы такая подземельная комната, условно говоря. Ну, там все так выполнено. Где находятся различные саркофаги и вроде бы как мумия. Не знаю, есть там мумия или нет. Ну, вроде бы мумия. Еще есть один зал. Он более современный. Ну, там различные элементы. К примеру, есть какая-то там комната банная. Вот, есть там что еще. Ну, такое, более современные экспонаты. То есть, в общем, итого. Один, два, три, четыре, пять. Пять залов. Друзья, пять залов вроде бы как бы немало. Но из той площади, которую я видел, огроменной площади, как-то всего получается, да, немного, друзья. Конечно, в общем, мы все это посмотрели. Да, это интересно. Но вот, мне кажется, что оно не стоит той суммы денег, которую они озвучили за вход, которую нужно платить. То есть, грубо говоря, сколько это мы потратили за двоих взрослых и одного ребенка 32 доллара, друзья. 32 доллара, чтобы посетить этот музей. Ну, если на одного взрослого, может быть еще как бы ничего. Но на двоих взрослых и ребенка как-то многовато, друзья. Ну, это мое мнение. Ну, что, друзья, на часах 9 часов 12 минут вечера, естественно, насколько вы видите. В общем, мы вышли уже из музея, и давайте мы поделимся с вами нашими впечатлениями. Друзья, в принципе, из того, что я увидел, да, оно интересное. И действительно, это стоит увидеть, я так думаю. Кому это интересно, ну, если вы хотите, то, конечно, приезжайте, посмотрите. То есть, не могу сказать, что я не рекомендую, либо рекомендую. Это все вы поймете дальше. Значит, когда его стоит посещать? Посещать его стоит вечером. В принципе, когда уже в Шерм-э-Шейхе заходит солнце, то есть вы уже не будете тратить свое время, которое вы могли бы потратить для того, чтобы поплавать в Красном море, либо отдохнуть в отеле. Но вот вечером, как раз, когда уже нечем заняться, можно сюда съездить и посмотреть все это, то, что есть в музее. Потому что все находится в помещении без окон. Там, естественно, работают кондиционеры. То есть, это комфортно все. Но солнечных лучей в этом помещении нет. То есть, тут все как бы освещается и работает. Вот до 11 вечера, насколько я понял, 100% работает. Это мы спрашивали у службы безопасности, когда заезжали на территорию этого музея. Спрашивал у таксиста, скольки работает. Таксисты еще не знают. Возможно, даже и позже он работает. Значит, стоимость, друзья. Вот стоимость меня вообще шокирует. То есть, вот сколько это получается? 200 фунтов за одного взрослого. Сейчас получается 15, ну, около 16 фунтов. То есть, это почти 13 долларов с одного взрослого. Ребят, ну, я, блин, бы знал бы. Вот, если бы я знал, я бы не заплатил такие деньги для того, чтобы посетить этот музей. Вот. Тем более, что мы еще вдвоем, еще ребенок. Короче, нам вышел этот музей. 32 доллара. Это только вход. И 4 доллара в одну сторону на такси. То есть, получается, что мы имеем 40 долларов, чтобы посетить этот музей. Ну, лично я считаю, как-то многовато. Ну, ладно, убираем дорогу. 32 доллара за двоих взрослых и ребенка, по моему мнению, много. А ты, Марин, что скажешь? Да, много. Супруга тоже говорит, что много. Интересно. Я ожидал большего просто. Я ожидал большего. За такие деньги, да. Если бы меньше стоило, то вообще супер. Стоит посмотреть, но... Ну, не за такие деньги. Что еще здесь интересного? Друзья, здесь нереальных размеров территория. Я так понимаю, возможно, в перспективе, в будущем тут будет больше экспонатов. И, возможно, что-то даже будет на улице. Не знаю. Это мои предположения. Но территория здесь огромная. Дети здесь гоняют на самокатах. В общем, ждем мы таксиста, который обещал за нами приехать. В принципе, как бы можно было бы и не ждать, но как-то не по-человечески поступать. Если мы с ним договорились, что он приедет, нас заберет. Значит, будем ждать. Хотя можно спокойно выйти, поймать какое-то такси и поехать в отель. Либо, если бы мы как-то с ними имели коммуникацию, мы бы сходили пешком в Голливуд. Потому что мы договорились с ним на без 15.10, чтобы он сюда приехал за нами. И нас еще целых полчаса. То есть полчаса нам нужно гулять. Музей у нас занял максимум час. То, что мы провели в помещении, это максимум час. Так что вот вам подсказка, сколько времени занимает посещение этого музея. На этом все, друзья. Надеюсь, та информация, которую я вам дал в этом видео, будет полезная для вас. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях под этим видео. Если у вас есть какая-то полезная информация, вы тоже пишите это все в комментариях под этим видео. Я обязательно все почитаю. На этом все. Желаю всем позитива. Самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий, друзья. Подписывайтесь на канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. Всем позитива. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok